Брещанка Юлия Жуйчик своей доброй и лучезарной улыбкой с первых минут расположила к себе нашу съемочную группу. Не устояли перед ней и герои фотосессии – три бездомных котенка, которые пока находятся на передержке у волонтера. Девушка абсолютно бесплатно выезжает на предложение о съемке к таким животным. Ведь они уже не первую неделю ждут своего хозяина. А принцип «встречать по одежке» в этом деле играет решающую роль. Каким увидят котенка или собаку на фото в сети, зависит, захотят ли приютить животное. Кстати, работа Юлии уже принесла свои первые плоды. Трое малышей нашло дом. Вот получается щеночек и кошечка. И кошечкой заинтересовалось очень много людей. Ну, конечно же, кошечка уехала в семью и всем не хватило. Но у кошечки оказалась сестричка. Тоже в таком же положении, тоже искала хозяина. И вот девушка решила забрать и сестричку. То есть, получается, ну вот, можно сказать, с моим участием трое малышей нашли дом. Это очень приятно на самом деле. То есть, ты понимаешь, что это все не зря. В кармане у Юлии всегда много вкусных подарков и игрушек для четвероногих питомцев. Ведь работать с ними гораздо тяжелее, чем с людьми. Им не объяснишь, какой ракурс более выгоден и на сколько секунд нужно замереть для удачного кадра. Плюс многие модели боятся вспышки камеры. Брещанка с первых секунд съемки старается почувствовать животное и наладить с ним контакт. Без этого ничего не выйдет. Плюс безграничная любовь к кошечкам и собачкам, которая в сердце Юлии с самого детства. Это еще началось в детстве, когда вот эти вот мыльницы были популярны. Вот я как-то фотографировала животных. Но потом это немножко я как бы подзабыла, начала увлекаться другим. А сейчас недавно, ну как бы не знаю, я хотела заниматься чем-то связанным с животными, но не могла решиться чем. То есть, как бы некоторые ниши заняты были. И вот как-то вот одно к одному связала, что умею фотографировать и нужна помощь в съемке животных. Часто есть такие объявления. И подумала, почему бы и нет. Вот, и как бы одно к одному. И животных люблю, и фотографировать умею, и помощь нужна. Решила. Одной из самых тяжелых работ для Юлии стало портфолио для кошечки Снежки. Животное было найдено на улице несколько недель назад. При осмотре ветеринарам оказалось, что животное не видит одним глазом из-за травмы. Такие котята с ограниченными возможностями не пользуются особой популярностью. Пристроить Снежку в добрые руки будет тяжело. Чувствуя это, кошка неожиданно сама начала выбирать выгодные позы и ракурсы, как настоящая фотомодель. Конечно, красивых котят разбирают как-то лучше. Разбирают слово такое не очень корректное, но они как-то быстро находят дом. Котята какие-то, ну там, боль проблемные какие-то, с какими-то там патологиями, вот как у меня Снежка без глазика, или там есть вообще слепые животные. Им подольше приходится. Им подольше и как-то больше даже откликаются на них волонтеры за границей, в Европе, которые готовы. Вот они как-то более проникаются. Они забирают взрослых животных, у нас взрослых не очень, в основном котят. И они не боятся вот этих животных-инвалидов. Волонтер Юлия никогда не проходит на улице мимо брошенных котят и каждому пытается найти дом. Она не раз просила брестских фотографов помочь ей в этом, но редко что-то выходило. Быть фотографом-анималистом – это нечто иное, считает волонтер. Вот я работала с просто фотографами, которые пытались фотографировать животных, которые приходят и говорят, ну поставьте их вот так и вот так, пусть они постоят. Это не прокатывать с животным. Нельзя поставить так и так. А фотограф-анималист, он как-то это, ну он больше это чувствует, он понимает, что если он там не попляшет перед животным, то он не получит хороший кадр. И, конечно, с анималистами работать проще, чем с обычным фотографом. Это первое. Второе – есть животные, которых, ну, никак не поставишь. Если вот ты фотограф-профессионал, ты можешь это сделать. Как у нас было с этим щенком, который нашел дом только после Юлиной фотосессии. Несомненно, Юлия Жучик – настоящий герой нашего времени. И это признали бы и братья наши меньшие, если бы только умели говорить. Она уже подарила новую жизнь нескольким животным благодаря красивым фотам. Надеемся, Снежка и другие четвероногие с ее помощью также обретут свой дом, которого у них никогда не было.